Добрый день, очередной выпуск новостей на Ахабар 24 в студии Патагос Сарпулова. Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Талтыкургане. Напомню, он прогремел минувшей ночью в резервуаре для вакуумного пиролиза отработанных шин. В результате инцидента пострадали три человека. Их доставили в городскую многопрофильную больницу. Ранее в ДЧС Алматинской области озвучили предварительную причину пожара на предприятии. По словам спасателей, возгорание могло произойти из-за нарушения технологического процесса во время плавки. Сегодня в 4 часа утра в приемную покой поступило трое пациентов с диагнозом термический ожог шеи, головы, лица, грудной клетки, спины, ягодицы, обеих верхних и обеих нижних конечностей. Один пациент в очень тяжелом состоянии, находится в реанимации. С диагнозом термический ожог всего тела 93-95%. Первый, второй, третий – а степени тяжести. Двое пациентов после консилиума переводятся в отделение. Проводится интенсивная терапия. В Акмолинской области пожар вспыхнул в одной из многоэтажек в Степногорске. Там загорелась однокомнатная квартира. В результате пожара пострадала 67-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Огонь едва не распространился на другие этажи. Всего эвакуировали порядка 20 человек. Все они жильцы соседних квартир. По данным департамента Пучея, с начала года в жилых домах произошло уже 345 возгораний. Спасение людей производилось в том числе посредством автолестницы. В результате пожара отравление угарным газом получила жительница соседней квартиры, гражданка 1954 года рождения. Причина пожара послужила нарушение правил пожарной безопасности при курении. На Западе республики задержана организованная преступная группировка. На трех плантациях ее члены занимались выращиванием наркосодержащих растений. Задержан 31 человек, в том числе организатор. К слову, 17 преступников – граждане соседнего государства. У задержанных изъято более 4 тонн марихуаны, 7 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Также в ходе обысков обнаружены рога сайги и рыба ситровых пород, добытые браконьерским путем. Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у жителя Алматы. Они остановили автомобиль на автотрассе Шу-Кордай во время оперативно-профилактического мероприятия. И в ходе обыска служебная собака нашла у 36-летнего пассажира подозрительный пакет. В нем было почти 7,5 килограммов конопли. Задержанного во дворе лев изолятор временного содержания. Он уже дал признательные показания. За незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере подозреваемому грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. А в Шемкенте за мошенничество осудили руководителя отдела налогового контроля. Приговор вынесли в районном суде. По материалам следствия, подсудимый сообщил коллеге, что им заинтересовалась антикоррупционная служба. Но за 5 миллионов тенге начальник готов был помочь и даже обещал после покровительства. Только вот сотрудник оказался не из робкого десятка. Он сам обратился за помощью к борцам с коррупцией и позже принес руководителю обмеченные купюры. Прокурор запросил для чиновника 6,5 лет лишения свободы. Однако суд, учтя все обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа. Кроме того, мужчина больше не сможет занимать должности в государственных органах. Суд, изучив все материалы уголовного дела, учитывая наличие у него 4 несовершеннолетних детей, чистосердечное признание, суд назначил ему окончательный вид наказания в виде штрафа на сумму 150 миллионов тенге. Суд предоставил ему срок до 3 месяцев, чтобы эту сумму он возместил. В Казахстане смягчили карантин для объектов бизнеса, участвующих в системе АШах. С 28 августа они смогут работать до полуночи, а лидеры проекта – до 2 часов ночи. Послабления распространяются и на выходные дни. Однако в субботы и воскресенье посещать ТРЦ и рестораны смогут только люди с зеленым статусом в АШах. То есть человек должен быть привит, либо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Касается это правило и сотрудников заведений. Казахстанцы с синим статусом смогут посещать эти объекты лишь по будням. Такое решение принято межведомственной комиссией. При этом в Алма-Ате послабление карантина введут не раньше 4 сентября. Напомню, мегаполис лидирует по суточному приросту инфицированных. За последние 24 часа там выявили еще 1590 зараженных. Также во время заседания рассмотрели вопрос работы общественного транспорта. Курсировать автобусы начнут пока только по субботам. В воскресенье их будут приостанавливать для проведения дезинфекции. Несмотря на сложную эпидситуацию, казахстанцы продолжают проводить мероприятия с большим количеством гостей. Очередную свадьбу полицейские остановили в Алматинской области. На той там собрались 100 человек. Гостей разогнали. Хозяина ресторана теперь ждет серьезный штраф. Раскошелиться придется и хозяйке одного из частных домов. К 46-летней женщине на праздник также собрались десятки человек. На нее составили протокол об административном правонарушении. Между тем, жертвами ковида и ковидной пневмонии стали еще 157 казахстанцев. Данные за 23 августа приводит Минздрав. Сейчас лечения продолжают получать больше 120 тысяч человек. Почти две тысячи из них в тяжелом состоянии. 262 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в стране выявили еще более 6 тысяч новых инфицированных. В антилидерах по-прежнему Алматы. Напомню, послабление карантина в мегаполисе ожидается не раньше 4 сентября. 843 заболевших в Карагандинской области. Жители города Ридер на востоке Казахстана жалуются на состояние их больницы. Старое здание, болевшийся фасад и тесные помещения. Но главное, в регионе не хватает специалистов. Особенно ощущаются дефициты реаниматологов и рентгенологов. А во время пандемии эти кадры одни из самых востребованных. Анелия Сембердина расскажет подробнее. Это здание у нас пойдет под снос. Бульнар Китапаева главный врач Ридерской городской больницы. Делятся их корпуса, построенные уже около 70 лет назад. Поэтому ни под какие современные требования соответствовать не могут. И персонал, и жители города ждут с нетерпением строительства нового здания. Ну, состояние даже. Просто в больнице лежишь. Просто в больнице лежишь. Состояние палат. Где стены обваливаются, кровати старые. Даже вот я рожала здесь, грубо говоря. Какое тут состояние палат. Никаких условий для этого нет. Поэтому я как бы предпочла в другом городе рожать, не здесь. Второго. Сейчас уже готов проект целого больничного комплекса. Стационара с поликлиникой. Единственное неясно, начнется ли строительство. Проект вышел дорогой. И точного ответа в профильном управлении дать не могут. Жители же надеются, что с новым зданием решится и проблема с кадрами. На сегодняшний день в нашей больнице существует дефицит кадров. Несмотря на то, что мы предоставляем подъемные в размере одного миллиона тенге. Нам предоставляют со стороны Акимата арендное жилье. Но дефицит, к сожалению, последние 10 лет мы закрыть не можем. Сейчас в больнице не хватает 13 специалистов. В том числе реаниматологов и рентгенологов. На которых приходится большой объем работы в ковидном госпитале. Кроме того, еще 13 врачей в декрете. Поэтому и вынуждены медики справляться практически с двойной нагрузкой. И верить, что в ближайшие годы у них хотя бы появится новая больница. Анна Лисенберт, Нежгер Бабаканов, Восточно-Казахстанская, область, Хабар, 24. О событиях в мире. В Японии режим ЧС введут еще в 8 префектурах. Решение принято из-за роста числа зараженных ковид-19. В результате большого наплыва пациентов увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. Ограничения вступят в силу 27 августа и продлятся до 12 сентября. Введенные меры предусматривают работу заведений до 8 вечера, а также ограничения на продажу алкоголя. Компании призывают перевести большую часть сотрудников на удаленную работу. Отмечу сейчас, режим ЧС действует в 13 японских регионах, включая столицу Токио. Власти Греции вводят новые ограничительные меры для непривитых от коронавируса граждан. Так, с 1 сентября в больницах страны не будут допущены к работе не получившие вакцину сотрудники. Обязательная вакцинация также коснется частных врачей и фармацевтов. Об этом сообщил министр здравоохранения Греции. Кроме того, с сентября невакцинированные граждане должны будут каждую неделю сдавать тест на коронавирус, причем оплачивать его из собственного кармана. Таким образом, власти борются с пандемией непривитых. Ведь по последним данным, 90% больных ковид, которые находятся в палатах интенсивной терапии, не получали прививок. Свыше 35 миллионов человек уже получили вакцину от коронавируса в Турции. Это больше половины совершеннолетних граждан. Эксперты считают, что осенью темпы вакцинации увеличатся. Иммунизация в стране хоть и необязательная, но многие заведения требуют паспорт вакцинации. Подробности в следующем материале. С 6 сентября зайти в учебные заведения, кинотеатры и концертные залы Турции можно будет только с паспортом вакцинации, либо с отрицательным ПЦР-тестом. То же требование предъявили к пассажирам, которые путешествуют между регионами, и к рыбакам, которые собираются выйти в море. Такие меры не случайны. Ежедневно в стране регистрируют больше 18 тысяч новых инфицированных. Только за последние сутки умерли 232 человека. Большинство тех, кто лежит в палате реанимации под ИВЛ, это те люди, кто еще не получил вакцину, либо привился только первым компонентом. Есть и те, кто прошел полный курс иммунизации, но это люди с ослабленным иммунитетом. Они перенесли рак, химиотерапию или трансплантацию органов. Тем временем некоторые жители страны начали получать третью и четвертую дозы вакцин. Ранее к повторной иммунизации призвали в Минздраве Турции. По словам главы ведомства Фахретина Куджи, три компонента лучше защищают от коронавируса. Это показало одно из исследований страны, участие в котором приняли больше 30 миллионов вакцинированных. Ранее в Турции начали прививать подростков старше 15 лет и старше 12, если у них есть хронические заболевания. Как минимум одним компонентом вакцины в Турции уже привили половину взрослого населения. Использовано почти 90 миллионов доз различных препаратов. При этом больше 20 миллионов прививок сделали в этом месяце. И еще о событиях в мире. Граждане России, а также страну ДКБ и Украины эвакуируют из Афганистана Минобороны Российской Федерации. По данным военного ведомства, с самолетами военно-транспортной авиации вывезут более 500 человек. Всего в Кабул отправят 4 воздушных судна с военными медиками, а также с запасами воды и еды на борту. Тем временем Соединенные Штаты начали выводить оставшиеся войска из Афганистана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американские власти. Речь идет о 6,5 тысячах военных, отправленных в Исламскую республику для вывоза оттуда американцев и местных жителей. Телеканал также отмечает, накануне в воздушной гавани Кабула наблюдалось меньше американских солдат, чем днем ранее. Напомню, в Белом доме заявили, что намерены завершить эвакуацию людей и вывезти свои войска из страны до 31 августа. Талибан, в свою очередь, пригрозил военным ответом в случае несвоевременного вывода иностранных военнослужащих из Афганистана. Между тем, Всемирный банк заморозил финансирование проектов в Афганистане. В организации заявили, что глубоко обеспокоены развитием событий в стране и продолжат консультации с международными партнерами. На сегодняшний день Всемирный банк выделил более 5 миллиардов долларов на развитие инфраструктурных проектов в Афганистане. Тем временем, по словам официального представителя движения «Талибан» Забихулы Муджахида, в стране подготовили все условия для восстановления банковского сектора. Сегодня свою работу должны возобновить Центробанк и другие финансовые институты. При этом местные жители сообщают, что столкнулись с резким ростом цен на товары и продукты. Поставщики привозят меньше товаров. Раньше склады были полны мешками с мукой. Но теперь их не так много из-за стремительно растущей цены на доллар. Накануне стало известно, что представители движения «Талибан» запретили гражданам Афганистана вывозить за границу доллары и исторические ценности. Если указанные вещи будут обнаружены, они будут немедленно конфискованы, а владельцы наказаны. Кроме того, «Талибы» призывают США прекратить призывы покинуть страну, адресованные к афганской элите. Они еще раз заверили, что в стране объявлена всеобщая амнистия. Кроме того, «Талибы» гарантируют безопасность всем оставшимся гражданам. Такие специалисты, как инженеры и врачи, которые учились здесь, должны остаться. Нам нужны эти таланты, и их нельзя передавать другие страны. Между тем, ситуация вблизи международного аэропорта Кабула по-прежнему напряженная. Сотни человек пытаются попасть на эвакуационные рейсы из страны. Гигантский столб пепла в небе увидели жители Курильского острова Парамушир. Выброс высотой почти в 4 километра образовался из-за извержения вулкана Эбека. Шлейф дыма разнесло ветром на расстоянии около 10 километров. Выброс пепла сопровождался громким хлопком, напугавшим местных жителей. Сейчас в регионе действует оранжевый код опасности для авиации. Специалисты говорят, что таким образом вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. Но, по словам властей, опасности для населения нет. Отмечу, извержения вулкана Эбека участились в последние несколько месяцев. На прошлой неделе вместо долгожданного дождя на город Северокурильск обрушился пептел. Густой дым от горящих лесов в Калифорнии добрался до штата Невада. Несколько городов оказались буквально в тумане. Там отменены авиарейсы, закрыты школы, парки и пляжи. Власти округа Элка выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха, что может угрожать здоровью людей. В связи с этим жителей просят оставаться дома. Между тем, пожар Колдор, разгорающийся на севере Калифорнии, угрожает озеру Таха. Сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Несмотря на усилия пожарных, удалось слокализовать только десятую часть возгораний. Работу усложняют засуха и сильный ветер. Сейчас прервемся на рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Это Хабар 24. Новости мы продолжаем. Назначать директоров казахстанских школ будут по-новому и максимум на 5 лет. Об этом заявил министр образования и науки. Курировать этот вопрос теперь будут представители не районных, а областных ведомств. Что касается требований к кандидатам, они должны проработать педагогом не меньше 5 лет и иметь опыт работы завучем. При этом последние два года обязательно трудиться в сфере образования, а также непременно пройти курсы по менеджменту и получить сертификат. Отмечу, на сегодняшний день в стране больше 700 вакансий на должность руководителя школы. По новым правилам исполнять обязанности руководителя учебного заведения можно будет не больше одного раза и не более трех месяцев. За это время должны провести конкурсы и назначить нового директора. При этом объявление о вакансии должно быть размещено на официальном сайте и аккаунте управления образования в течение 7 рабочих дней после появления свободной должности. Семь школ закрывают в новом учебном году в Западно-Казахстанской области. Причина – недостаток учеников. Это начальные образовательные учреждения в сельских районах и оздоровительная школа-интернат в областном центре. По информации Управления образования, педагоги закрытых школ трудоустроены. Причем в регионе еще сохраняется дефицит кадров. Не хватает почти 400 специалистов. Потогос Базарбаева подробнее о новшествах учебного года. Пять школ в регионе трехсменные. В 20-й школе в микрорайоне Зачиганск 2300 учеников. Еще 150 детей в сентябре пойдут в классы предшкольной подготовки. Третья смена здесь раньше расходилась в 9-м часу вечера. Но тут же рядом в этом году ликвидировали оздоровительную школу для переболевших туберкулезом. Сюда планируют перевести начальные классы. А это свыше тысячи школьников. Есть все правоостанавливающие документы, акты, что здесь СЭС-обработку провел. Само слово «санаторный» говорит, что это был санаторий для детей контактных. Больных детей здесь не было. Вы знаете, что больные туберкулезом дети или взрослые лежат. Или в Ивушке, или в областной больнице туберкулезной. Здесь никакой туберкулезной палочки нет. У меня ребенок учился в 20-й школе старший. А пойдет второй ребенок в первый класс. И нам выделили это здание. И меня устраивает то, что мы не будем учиться в 3-4 смены. Я думаю, что в 2 смены будет легче. Я буду приходить домой пораньше и ребенок. Для удобства учащихся к зданию бывшей санаторной школы проложат асфальт, установят фонари. Что касается аварийных зданий, их снесут и построят новые. Три новые школы планируют сдать до конца года. Между тем, в области по-прежнему не хватает 388 педагогов. В основном это филологи, учителя английского языка, психологи, логопеды. Тем не менее, все школы готовы принять детей в новом учебном году. В сентябре уроки будут длиться по 35 минут. В классах по 25 детей. За каждым классом будет закреплен кабинет. Планируется запускать детей с разных входов для соблюдения социальной дистанции. Также будет организована перемена разное время. Организация образования оснащена необходимыми средствами. В случае заболевания, участия контактных родителей, дети будут переведены на дистанционный формат обучения. Как выяснилось, 95% учителей региона вакцинировались. За исключением имеющих медицинский отвод, непривитые сотрудники школ будут сдавать ПЦР-тесты. Причем на их оплату в бюджете образования средств не предусмотрено. Всего в регионе 1 сентября распахнут двери 372 государственных и 5 частных школ. Потогос Базарбаева, Конат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. Продолжаем выпуск. Неправомерными назвала действия сотрудника службы безопасности Акимата Алатаусского района Алматы, министр информации и общественного развития. Аида Балаева подчеркнула, что все это идет вразрез с принципами слышащего государства и открытого Акимата. Она также считает, что руководству Акимата необходимо провести служебное расследование и принять соответствующие меры для недопущения повторения аналогичных ситуаций в отношении представителей СМИ. Напомню, накануне во время съемок программы Акимы охрана госоргана применила грубую силу в отношении корреспондента Акбопета Нерберген. К слову, в пресс-службе Акима Алматы заявили, что расследование уже идет. Кроме того, руководство телеканала Хабар-24 приняло решение написать заявление в полицию. В ближайших выпусках мы сообщим новые подробности инцидента. И о погоде. Дожди, гроза, град и порывистый ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня. Неустойчивый характер погоды синоптики прогнозируют на большей части территории страны. При этом в ряде регионов сохранится жара. Так, на западе обещают плюс 38 градусов. На севере и востоке столбики термометров поднимутся до 35 градусов. На юге республики прогнозируют 40-градусную жару. К этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин